Итак, датчики, которые применяются в составе роботов. Значит, они еще называются сенсорами. Итак, вообще зачем они нужны? Опять-таки, это такой философский вопрос. Вот смотрите, у нас есть привод, какой-то там электрический. Мы знаем, что потом, предположим, какой-то там редуктор стоит, потом какой-нибудь тормоз и так далее, и потом пошло звено робота. Но мы ставим туда еще датчик. Вот причина, я имею в виду фундаментальная причина, почему мы вынуждены ставить датчики. Можем экстраполировать на себя. Например, вы ночью проснулись, темно в комнате. Будем датчики включать или не будем? Основной датчик у человека — это зрение. Свет будем включать или не будем включать? Ну вот темно. Ну вот я, например, дома не буду включать свет, а в гостях буду. Почему? Потому что он по памяти все знаешь. Да. Значит, вот если бы мы с вами имели некую идеальную, идеальный двигатель, идеальный редуктор, идеальное звено, и мы бы имели совершенно точную модель, вот это случай, когда вы находитесь в своей квартире, и вы хорошо себя чувствуете еще. Ну добавим, да. То, в принципе, вы можете встать с кровати, ну там пойти в туалет, например, сходить. Ну вот вы можете, не включая свет. Потому что вы в хорошем состоянии, то есть вы знаете, ну как, условно говоря, ходить. Вот. А потому что, если, например, вы плохо себя чувствуете, ну там болеете, да, то, ну вы не уверены, вы тогда, наверное, тоже свет включите. Или если вы находитесь в среде вам незнакомой, тогда вы тоже свет включите. Если бы мы, значит тут два аспекта. А. Имели бы совершенно точно, высоко, идеальный двигатель, редуктор, звено. Это первый момент. И второй момент. Имели бы совершенно точную модель, описывающую, как это работает. То, в принципе, нам бы датчики были не нужны. Но, поскольку любые два двигателя, которые вы у производителя купите, всегда немножко чем-то отличаются. Да, ну вот так вот. Вот материальный мир, он несовершенный. Всегда, да, вот вы берете там два чего-то, они вот, если взвесить на абсолютно точных весах там два винтика одного производителя, они капельку будут отличаться. Это первый момент. И второй момент. Создать высоко-высоко точную модель, да, можно, но это будет чрезвычайно сложно, а значит долго, а значит дорого. Поэтому, вот поскольку компоненты, они не очень точные, и модели, мы говорим, я лучше возьму не очень точную модель, но я смогу, иначе она не окупит себя, да, вот как бы если она будет слишком дорогая. Вот, и возьму не очень точную модель, но этот недостаток вы тогда компенсируете датчиками, которые будут говорить, а вот оно вот происходит то-то и то-то, и тогда ваша модель вот это то-то и то-то будет учитывать. Вот фундаментально вот эти две основных причины. Значит, пометьте себе, что основной причиной применения сенсоров это является недостаток информации о самом роботе, но под недостатком в данном случае я имею в виду, что мы не знаем вот, ну насколько точно что там работает в нем. И о среде. Опять-таки, если мы точно знаем, что в среде происходит, и как бы, ну, можем это описать, это было бы не нужно, поскольку это будет слишком сложно. Возвращаясь, помните, мы говорили, почему промышленная роботехника стала развиваться раньше, чем мобильно, ну в таком широком использовании. И второй момент, значит, пометьте себе, второй причиной это является сложность составления высокоточных математических моделей, описывающих робот и его взаимодействие со средой. Это вот вторая причина. Поэтому в технике используют понятие обратной связи. Все знают или... Давайте так, есть кто-то, кто не знает? Есть. Значит, поэтому в технике используют такое понятие. Оно называется обратная связь. Это фундаментальное понятие в технике. Значит, оно заключается в следующем, что у вас есть ваша машина, у вас есть в нее некий сигнал управления. То есть вы, например, говорите, ну, условно говоря, передвинься на один метр. Ваша машина, получив этот сигнал, его отрабатывает. Но при этом, как мы уже сказали, она никогда не передвинется на один метр. Значит, она либо передвинется на один метр, например, 10 сантиметров, или на один метр, там, одна десятитысячная метра или сантиметра. Вот дальше, вот если десятитысячная для нас будет не важна, мы ее как бы не будем замечать. Но вот 10 сантиметров в отношении одного метра, это важно, да? Значит, дальше мы вот получим через датчики информацию о том, как машина отработала эту команду. Понятно? Сработаем, сравним ее с тем заданием, которое поступило, и введем поправки вот сюда. Да? То есть это аналогично тому, как вот вы включили свет для того, чтобы посмотреть, да? Если вы знаете, куда идти, вы можете вот это все ликвидировать, да? Вы можете спокойно, с закрытыми глазами пройти, вы помните, тут два шага, потом повернуть налево, потом еще сколько-то. Но если вы точно не знаете, как, да, вам надо смотреть, чтобы вы носом там в дверь, ну, в закрытую дверь не ударились. Аналогично этому. Вот смотрите, вот я хожу здесь, я сейчас, в общем-то, на ноги не смотрю. Если мы с вами сейчас выйдем, ну, на улицу, и там, помните, справа вот лед не скололи до сих пор. Вот если вы пойдете по льду, что вы сделаете? Вы сразу внимание переключите на то, как вы идете. Это как раз вы включаете обратную связь, вы контролируете, в каком, там, ну, например, зацеплении ноги находятся с поверхностью. И изменяете вашу походку, изменяете, там, усилия и так далее. Вот это есть принцип обратной связи. То есть, подав команду, вы проверяете, как оно сработало. И, ну, предпринимаете какие-то действия, ну, в зависимости от того, вот, как оно сработало. Да? Если у вас подчиненный надежный, ну, вот, совершенно надежный, вы один раз сказали, сделай то, и он будет это делать, да, и все, и вы можете об этом забыть. То есть, если человек не очень надежный, опять-таки, вы тогда через какое-то время или, там, раз в неделю начинаете спрашивать, что ты сделал, подготовил ли это, там, есть ли, какие результаты получены, и так далее, и так далее. Да, ну, на всякий случай, значит, в английском это feedback называется. Значит, еще раз, это вот такое фундаментальное понятие. И, ну, что интересно, сейчас я найду. Аристотель, это, значит, сколько, 2300 лет назад, вот он такую цитату выдал. Ну, смотрите, любое тело, способное к перемене своего положения, если бы не имело отчувствления, разрушилось бы и не достигло цели, являющейся ее природной функцией. То есть, вот, 2300 лет назад Аристотель вот объяснил, это вообще, знаете, иногда вот поразительно, то есть, вот, настоящая, ну, вот, иногда говорят, зачем нужна философия. Вот, она интересна этим, ну, вот, когда мы с вами, ну, упомянем про иерархические системы управления, вот мы тоже, как одну из такой вот находки, ну, для меня это была находка, когда человек 2000 лет назад сформулировал основные постулаты иерархического управления. Вот, это, конечно, поразительно. Так, ну, давайте вернемся чуть обратно. Значит, и поймите, пожалуйста, себе, что это называется системами с обратной связью. И, в общем-то, ну, подавляющее, подавляющее большинство технических систем, они работают в режиме с обратной связью, да, и настоящий руководитель, он всегда, вот, ну, вот, в том числе, там, президент нашей страны, да, вот, зачем он эти, ну, беседы с народом проводит, да, чтобы понять, вот, что, ну, что люди, что их заботит, да, какие настроения в обществе и так далее. Потому что одно дело ему, там, ну, чиновники рассказывают, а другое дело, ну, вот, реально. Так, значит, ну, пометьте себе, что контролироваться могут различные параметры, это и положение, и скорость, ускорение, температура. Вот, и тогда эти системы называются, это вот тоже такой термин устоявшийся, с обратной связью по положению, по скорости, по ускорению, там, по току, по моменту. Занимается этим теория автоматического управления, это целое, такое, вот, очень крупное направление. Ну, да, ну, и вот я сказал, что без применения обратной связи ни одна сложная современная система не смогла бы работать. Значит, я, по-моему, не ошибусь, вот, недавно нам давали статистику, в современном самолете около 300 тысяч датчиков, вот, стоит, ну, раз, понятно, ну, в таком вот большом, да, в пассажирском, около 300 тысяч, по-моему, ну, или 30, ну, но все равно, вы понимаете, о чем вот речь идет, то есть, насколько это сложная система. Так, значит, ну, и пометим, что функцию, вот, получение этой информации выполняют датчики или сенсоры. Да, и в комплексе это называется еще система участвления. Итак, какие они бывают? Значит, ну, если укрупненно, это датчики, которые контролируют, как работает робот. Так, ну, в нашем с вами случае, это вот наши датчики, которые нам, ну, мы понимаем, например, вот, как рука у меня разогнута, согнута, да. Это датчики, которые контролируют состояние окружающей среды, и, в принципе, я их вынес в отдельный класс, ну, можно, ну, в общем, я их, короче, отдельно вынес. Это датчики, которые занимаются вопросом взаимодействия робота со средой. Ну, и, соответственно, они могут находиться внутри робота, да, там, на поверхности или отдельно от робота. Так. Значит, что применяется на самом манипуляторе? Ну, далее я понимаю, что для всех очевидно, это датчики положения. Значит, пишем датчики положения. Ну, и пометьте себе, в качестве датчиков положения наиболее часто применяются, первое, фотоимпульсные датчики. Фотоимпульсные датчики и дифференциальный трансформатор. Значит, фотоимпульсные датчики. Их еще одно название, ну, такой более, как бы, сленг технический, это энкодеры. Значит, у меня, к сожалению, нет такой картинки красивой, я руками нарисую. Значит, их принцип построения какой? У нас с вами есть вал, да, ну, например, там, вал двигателя, привода. Вот на этот вал, раньше был просто, говорят, ребята, мышку разбирали, компьютер, ну, все говорили, разбирали. Вот, говорят, видели там, видели вот этот фотоимпульсный датчик. Но сейчас мышки в основном оптические, поэтому, значит, на этом вале закреплен диск. В этом диске по периферии находится много-много дырочек. С одной стороны диска стоит источник излучения, с другой стороны диска стоит приемник излучения. Так, соответственно, как только вал начинает прокручиваться, то приемник будет фиксировать чередование вспышек и теней. Зная, сколько вспышек прошло, сколько теней прошло, зная шаг одной дырочки относительно другой, по идее мы можем сказать, на какой угол повернулось, да? Но в чем проблема? Приемник быстро? Не совсем. О направлении? О направлении, да, потому что если а пошло в другое, как понять, что в другое пошло? Значит, для того, чтобы понять, как пошло в другое, ставят еще один, еще одну пару источника приемника, да? И так, что два лучика одновременно в одну дырочку не попадают, одновременно не попадают в дырочку. Таким образом, что вначале, ну я упрощенно рисую, да? Значит, что вначале, например, у вас, ну вот это будет один у нас, да? А второй будет, например, ну, например, вот так вот как-то. И смотря, какой из них открылся первым, а какой вторым, вы знаете, в каком направлении вращение идет. Понятно? Так, с этой проблемой разобрались. Что еще плохо? Смотрите, ведь мы с вами, плохо то, что мы с вами можем сказать, вот, относительно нуля прошло туда или туда, да? А если мы робот выключили и не ввели его в нулевое положение, да? Да, то что с этим делать? Значит, есть два пути. Значит, один путь, это просто во время выключения робота запомнить, а где же он находится. Да, и записать это в энергонезависимую память, и в следующий раз вы его включите, и вы увидите, вы вспомните, а, это столько-то, и дальше начинаете отсчитывать вот эти импульсы в одну или в другую сторону, да? Значит, ну или вторая альтернатива, если вы выключили так, что у вас ничего не сохранилось, значит, необходимость делать калибровка. То есть тогда робот юстируется или калибруется. То есть вот заново вы, как бы, происходит выведение его в нулевое положение для того, чтобы произошел сброс этих датчиков. Ясно? Значит, поэтому не даст преимущество. Эти датчики очень широко распространены. У них высокая точность, значит, если вы вот этих, конечно, вот в мышках компьютерных это был буквально пластмассовый диск с дырочками. Конечно, в более современных системах это обычно пленочка, на которой принтером вот эти рисочки нарисованы. И, в принципе, значит, если вы этих дисков поставите со сдвигом несколько, то там точность, по-моему, до миллиона может доходить. То есть точность эта достаточно высокая. Вот. Они сравнительно компактны, и вы, в общем-то, вот, ну, сразу получаете цифровой сигнал. Вот там немножко надо обработать, но как бы это умеют делать. Вот. Но недостаток, как я упомянул, это отсутствие нулевого измерения и памяти положения, если это не предусмотрено вами отдельно, вот как разработчикам. Значит, слева вы увидите картинку, это вот то, что я говорил, ну, обычного энкодера. А вот справа, в принципе, это тот же самый энкодер, но это так называемый кодовый датчик, то есть он позволяет сразу абсолютное положение получить. Да, то есть вы видите, значит, ну, не берем вот самую центральную окружность, а вот дальше она делится как бы на две половинки. Темную и светлую, следующая делится на четыре четвертинки. Темная и светлая, темная и светлая. Осьмушка, ну и так далее. Поэтому, если вы поставите пропорционально количеству вот этих заштрихованных окружностей приемников-источников, вы сразу будете получать двоичный код, ну, как вариант, да, положение вот этого колесика. Но они, естественно, дороже, они не такие компактные, вот, поэтому их, ну, честно говоря, реже применяют. Но, в принципе, это в технике имеет место быть. Пожалуйста, вопросы? Так, тогда идем дальше. Сейчас, секунду, я чуть не то нажал. Значит, и пометьте себе, то есть это вот, значит, по причине отсутствия памяти положения, да, в самих датчиках, по причине отсутствия памяти, значит, в некоторых манипуляторах приходится проводить калибровку при начале работы с ним. Мы с вами вот в какую-то следующую встречу, там, весной будем говорить о примере такой калибровки, еще истировка называется. Она не только по этой причине проводится, но в том числе иногда вот по этой. Так, значит, далее, вот следующий, ну, потенциометрически сейчас практически не применяется, а вот вращающийся трансформатор применяется, давайте мы о нем поговорим. Значит, вращающийся трансформатор или дифференциальный трансформатор, или в английском еще LVDT, по-моему, это обозначается. Значит, его принцип действия. Я сейчас нарисую для линейного, потому что его легче понять, но для вращения идея та же самая. Значит, итак, у нас с вами имеется катушка, в которой, ну, это вот, когда я курс по датчикам читал, у меня был любимый вопрос, какой ток там идет? Вот, ну и каждый раз, причем на лекции скажешь, ребята, обратите внимание, ток переменный, но все равно, те, кто на лекции не ходил, ну, самые разные вещи рассказывали. Вот, значит, здесь мы подаем переменный ток электрический, так? А напротив мы помещаем тоже катушки, в который сами мы ничего не подаем, да? Значит, что будет происходить здесь под действием переменного магнитного поля, о, переменного электрического тока? Будет возникать магнитное поле, вот здесь, да? А вот здесь будет действительно под действием магнитного поля, которое сюда будет доходить, будет возникать и ДС самоиндукция. Соответственно, здесь тоже появится переменный ток. При этом, естественно, чем больше мы его сюда сможем передать, тем больше здесь будет ток, да? А как можно увеличить его передачу? Это сердечник использовать, да? И теперь смотрите, если мы этот сердечник поставили, да, он передает магнитный поток. Вот, и что дальше происходит? Вот если этот мы сердечник переместим вот сюда, вверх, например, то у нас сюда ток будет передаваться очень хорошо, а сюда будет, ой, простите, не ток, а магнитное поле, да? И, соответственно, тут будет хорошо ток генерироваться. А сюда не будет передаваться, ну, будет, но плохо, потому что, ну, воздух он плохо передает, да? Соответственно, мы что будем иметь? Вот отсюда пойдет такая, ну, жирная стрелка с электрическим током, а здесь, вы видите, они подключены вот так вот, как бы, ну, специально друг навстречу другу. Здесь ток будет появляться, ну, такой вот тоненький, и, соответственно, он будет отсюда вычитаться. Если мы переместим наоборот вот сюда, то получим, что здесь ток идет большой, здесь идет маленький, да? А если мы поставим посередине, то, по идее, тот и здесь больший, ну, средний, и здесь средний, они вдруг, поскольку вот подключены, видите, они не просто последовательно, а вот как бы друг другу встречу другу, то, соответственно, они в ноль друг другу скинут. Вот принцип действия дифференциального, ну, так, очень в общих чертах, дифференциального трансформатора. Понятно? Ну, картинку себе красиво нарисуйте, потому что я могу ввести, ну, там тоже это как бы очень древний слайд, там это все некрасиво. Ну, я обращаю ваше внимание, что это тоже в технике довольно-таки распространенное устройство, и оно, ну, достаточно часто применяется. И вот, ну, как раз, насколько я знаю, вот в Куку вот эти датчики стоят. Ну, по крайней мере, в больших. В Эльбер не знаю какие. Вот, думаю, что такие, но не знаю. В больших вот эти они говорили. Так, значит, с этим мы разобрались. Ну, помимо этого, отметьте себе, значит, также пометим, для обеспечения безопасности также применяются концевые выключатели. Концевые выключатели. То есть вы, помните, мы говорили, что степень, она не может бесконечно вращаться. Обычно это от нулевого положения, это там плюс-минус, ну, например, 120 или 150 градусов. Вот, и для того, чтобы вы как бы все там не сломали дальше, то там предусмотрено... Ну, давайте, записали, да, про концевые выключатели? Значит, пометьте, они есть двух типов. Программные. То есть когда вы просто программируете, что робот может, например, не плюс-минус 120, а, например, плюс 90 и минус 120. То есть вы в стойке управления вводите ограничения. Как правило, это делается, если у вас стесненная среда, и чтобы он у вас, например, там пол не проломил, вы тогда вводите такие ограничения. Программные. Вот. И физические. Ну, то есть физические — это обычно вот концевой выключатель. То есть когда, если он все-таки и туда дошел, тогда он отключает систему. Ну, привода. Так же применяются датчики скоростей звеньев. Датчики скоростей звеньев. Они, ну, самый такой простой вариант — это тахогенератор, да, или тахометр. 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 Значит, ну, грубо говоря, это двигатель постоянного тока, который работает наоборот, да. То есть вы имеете магнитное поле. Так. И вы имеете здесь, ну, обычно это рамка, рамка, да. И когда вы ее начинаете в поле перемещать, там возникает ток. Соответственно, измеряя его, вы можете понять, какую у вас скорость вращения. Ну, так вот, в упрощенной идее, да, вот, кто картинку рисует, можете зарисовать. Значит, они достаточно широко распространены, высокая точность. Вот. Но проблемы — это они, ну, по крайней мере, раньше были обычно аналоговые, то есть дополнительно приходилось обрабатывать сигнал и дополнительный компонент в системе. Но, в принципе, мы можем с вами стараться, и мы как раз с вами говорили, вот когда у современных тенденций говорили, что для не очень точных применений можно использовать вторичные признаки, да, то есть, например, сравнивать напряжение тока и дождя через якорь двигателя, мы можем вот какие-то выводы делать о режиме работы двигателя. Так, да. И второй вариант — это применение тех же самых датчиков положения, да, просто путем дифференцирования мы можем получать информацию о том, ну, о скорости вращения. Это, я думаю, это вот как бы то, что называется комплексирование данных, да, или комплексная обработка данных, ну, наверное, мы вот в разделе мобильной роботехники вот как бы вот эти вот, ну, фундаментальные вопросы, какие там виды есть, мы об этом немножко с вами поговорим. Значит, датчики ускорения звеньев, ну, в лабораториях, вот мы пытались их использовать, ну, в общем, реально они не используются. Вот, обычно ток якоря, еще пометьте себе, значит, для управления с высокой точностью обычно еще контролируется ток якоря. ток якоря двигателя. Потому что по нему, судя по моменту, в котором двигатель развивает, и как бы, ну, можно более такое, ну, продвинутое, более усложненное регулирование движения осуществлять. Так, значит, пометьте себе, помимо этого, внутри, помимо этого, внутри, значит, стоят, понятно, датчики контроля токов, то есть, чтобы вам систему не сжечь, стоят датчики температуры, на всех двигателях стоят, чтобы двигатели не перегрелись, и на стойке управления, потому что она тоже может перегреться. Значит, пометьте себе, но это как бы вот датчики внутреннего состояния, они не являются такими важными, как датчики положения скорости, но все-таки они имеют место быть. Значит, по контролю среды, и выполнение технологического процесса применяется, давайте мы начнем не с этого, а с силомоментных датчиков. Значит, применяются, первое, силомоментные датчики, силомоментные датчики, они строятся, как правило, на базе тензодатчиков. Стренгейдж, да, по-моему? Стренгейдж, не помните. По-моему, так, ребята. Значит, основной принцип работы у них следующий. Они контролируют не непосредственно сам момент или силу, они контролируют, а что произойдет, как влияет момент и силы на некую поверхность. Вот что будет, если мы будем какой-то объект сжимать или, ну, силу приложим? Сосиску, если сжать с двух сторон, что будет? Она сожмется, да? Она при этом там где-то поверхность ее вот так вот, ну, как бы сожмется, а так наоборот растянется. Вот. Теперь смотрите, что будет, если мы возьмем электрический проводник, да, с его характеристиками? Сопротивление. Да, сопротивление изменится. Причем как оно изменится? Если сожмем, он толще станет, у нас получается уменьшиться. Да. И короче еще, да, и тоже уменьшится, соответственно, да? Ну, помним закон Ома, что сопротивление зависит от длины проводника, ну, понятно, материала и площадь поперечного сечения. Вот. Значит, что придумано? То есть, в принципе, любой кусочек, как бы, металла, когда мы имеем, если мы его начнем сжимать, он действительно сожмется, уменьшится в длине, то есть он станет лучше проводить ток, и еще и утолщится. Опять станет лучше проводить ток. Но это изменение, оно сравнительно маленькое, оно не очень заметное. Поэтому придумали, вот чтобы оно было более ярко, это лучше видно на больших длинах. Но когда у вас робот, ну, вот такой какой-то, да, туда метр проволоки наклеивать невозможно. Поэтому придумали вот эти тензодатчики. Значит, когда проволоку, ее вот так вот вытягивают, да? И вот если вы вот этот тензодатчик наклеите на какую-то поверхность робота, и там начнется деформация поверхности, то вот в этом направлении он будет очень хорошо ее фиксировать. А если в другом направлении, вы тогда просто вот такой же, вот тут, например, наклеите и будете это фиксировать. Это вот принцип действия тензодатчиков. Ну, картиночку себе можете... Сейчас я попробую какой-то очень... У меня, по-моему, было... Ну, они серийно, как бы, отдельно промышленности стандартно выпускаются, то есть тут, как бы, вы... Проблема быть не должно. Так. Так, 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 так. Значит, пометьте себе, что силомоментные датчики применяются в первую очередь для силомоментного отчувствления, для выполнения силовых контактных операций. Для выполнения силовых контактных операций. Значит, реально в промышленности они выпускаются в готовом виде, то есть вам самим датчики наклеивать не приходится. Вот обычно это вот выглядит вот так вот устройство. Внутри они уже наклеены, их как минимум шесть, ну, чтобы по всем шести направлениям. Вот. И, ну, как бы, у вас просто есть там выход, и вы готовы информацию уже получать. То есть вот внешне выглядит это вот так. Вот. Ну, они сравнительно не очень дорогие. Вот. Ну, сравнительно, сравнительно. Вот. Ну, в общем, да. Есть патент-задачи по силомоментному отчислению? Ну, вопросы какие-то? Хорошо. Да. Причем вот, ну, тоже вот интересный момент, что вот силомоментное отчисление, вот робот без него может, а человек не может. Да, то есть вот человек, смотрите, без зрения мы можем существовать, без слуха можем, ну, даже вот без обманения вкуса плохо, но можем. А вот, ну, считается в медицине, что вот тактильного ощущения, если у человека нет, он существовать вообще не может, как бы, он погибает, потому что, ну, вот даже взять ложку вы уже не сможете, вот без обратной связи вот этой по силе. и теперь давайте, значит, другим широко, другим важным направлением является применение систем технического зрения. Это устойчивое словосочетание системы технического зрения. Иногда их называют системой машинного зрения, но это пришло скорее из английского. вот там это называется машин-вижен. ну, вкратце здесь вот как бы их так в очень обобщенном виде их устройство, то есть у вас есть некая видеокамера, у вас есть система обработки изображений, у вас есть система анализа изображений, ну, и потом какие-то решения вы на основе этого, это уже, в принципе, не система технического зрения, но вы принимаете. Вот теперь смотрите, в общем-то, это целое большое направление, и оно исторически, как бы это не есть чисто робототехническая задача, но исторически, поскольку именно робототехника запросила, что ей нужно машинное или техническое зрение, то как бы исторически система технического зрения выросла из робототехники. Вот, и поэтому, ну, все робототехнические конференции, они обычно имеют, вот, например, такой большой подраздел по техническому зрению. Но, в принципе, с видеокамерами более-менее все ясно, да, то есть там потихонечку идет эволюция, то есть, в принципе, вот каких-то кардинальных проблем, ну, кроме того, что хочется всегда лучше и дешевле, да. С первичной обработкой сигнала тоже, в общем-то, ну, более-менее ясно, там фильтрация и так далее. Вот основная проблема, чем занимаются те, кто занимается темой технического зрения, это система анализа изображений. Ну, мы сейчас в это поговорим, углубляться не будем, ну, в общем, ну, вот, как говорят, сейчас вышли на такую хорошую, как бы, столбовую дорогу, вот, но основная проблема, вот, поймите себе, она находится здесь, вот в этом квадрате системы анализа изображений. пометьте, что, значит, основными областями применения СТЗ это является, первое, определение положения детали, типы детали, ее ориентации для того, чтобы ее правильно схватить, и, вот, как мы говорили о современных тенденциях, определение свойств, то есть, например, качество изготовления современной системы уже стали позволять, они настолько совершенно стали, что они стали позволять это делать. Сейчас. Я вот обещал вам к пятницу привыкнуть к этой штучке. Значит, какие основные преимущества? Первое, это получение большого количества информации, то есть, да, вот человек 90% информации получает через глаза, имея совершенную систему технического зрения, мы можем очень много различной информации получить. Проблема, это сложность обработки сигнала, это потребность в большом вычислительном ресурсе. По этой причине, в принципе, наиболее правильно те, кто работает с техническим зрением, это выносить вычислительную систему СТЗ в отдельный блок, да, не грузить основной управляющий компьютер с задачами обработки технического зрения, потому что вы его иначе можете перегрузить, и как бы у вас остальные задачи встанут. Вот. Все-таки это пока сравнительно высокая стоимость. Она, конечно, несопоставимо стала ниже, чем там было 10-15 лет назад, когда это было чисто экзотично, вот, но все-таки она сравнительно высокая. Значит, и пометьте себе, что в промышленной роботтехнике СТЗ ставится либо на сам манипулятор, либо отдельно, ну, где-то в цеху там закрепляется. Вот в мобильной роботтехнике мы обычно ставим уже на сам робот, вот, а здесь и та, и та версия допустима. Так. Так, ну, по-моему, и... Ну, давайте еще пометим, для работы в составе периферийного оборудования применяются локационные датчики. Ну, обычно они смотрят, деталь пришла, не пришла, да? Применяются локационные датчики, либо ультразвуковые, либо ультразвуковые, которые, да, посылают ультразвуковой сигнал и ловят его отражение. Значит, ну, у них, что хорошо, они сравняты недорогие и простые, вот, но у них не очень высокая надежность, потому что там иногда возникает проблема эхо вторичного, то есть, в общем, на предмет да нет их использовать хорошо, какие-то высокоточные измерения ими обычно не осуществляются. Микроволновые редко, индукционные датчики достаточно распространенные, тоже они сравнительно недорогие, надежные, быстро срабатывают, вот, но у них недостаток, они очень хорошо работают с металлическими предметами, с неметаллическими они, ну, понятно, индукции, как бы, они не так хорошо работают, вот, они побольше в габаритах, ну, и там точность тоже, она обычно не очень высокая, потому что там явление гестерезиса возникает. Световые датчики достаточно активно используются в системах безопасности, то есть, это световая завеса, да, то есть, у вас, например, есть робот, и вот вы не хотите к нему ставить забор, чтобы каждый раз открывать было там калитку тяжело, поэтому ставит световую завесу, которая вот лучиками просвечивает, есть специальный стандарт, расстояние между лучиками должно быть такой, чтобы там, ну, палец пройдет, рука уже, как бы, он зафиксирует, он зафиксирует, что не умещается, вот, они достаточно надежно, быстро срабатывают, работают на больших дистанциях, ну, неплохая точность, вот, но у них проблема, вот если их именно для измерений применять, они по-разному срабатывают на разные цвета и материалы, ну, и возможно возникновение помех. Ну, и аналогично лазерные датчики, значит, они обладают, по сравнению со световыми, более высокой точностью, то есть точность они действительно хорошую дают, хотя они тоже зависят от отражающих свойств поверхности, которую вы этим датчиком светите, и они, конечно, ну, такой более высокой точностью. Обладают и стоимостью, более высокой точностью. Стоимостью.